Безрамное остекление, оно не герметичное. В некоторых местах видно улицу. Не думайте, что туда не поступает пыль, грязь, снег. Дороже, чем алюминиевое по цене, как теплое ПВХ. Но я вам выдам секрет. Здравствуй, я Владимир Кожожко, и в этом видео я хочу поговорить про безрамное остекление балкона Велоджи. На рынке есть несколько типов остекления, обычное ПВХ или алюминиевое, и вот как раз еще есть безрамное остекление. Это когда мы смотрим на балконы или лоджию, а там нет вертикальных стоек, которые есть в алюминии, есть в ПВХ и есть тоже в дереве. То есть толстые стойки, которые выделяют всю конструкцию на общем фоне. И если посмотреть с балкона или с лоджии на улице, то мы увидим такие вертикальные перемычки, стойки или толщину самих створок, которые как будто бы мешаются обзору. А вот в безрамном остеклении там все очень-очень просто. Там есть стекло и есть примыкание, где стекло соединяется с другим стеклом. Там маленькая такая резиновая прокладка. Вот этим отличается остекление безрамное от всех остальных видов остекления на рынке. А еще в безрамном остеклении есть просто верхние направляющие и нижние направляющие. И вот как раз есть конструкции, где верхние направляющие, они и несущие. То есть они держат всю вот эту нагрузку от створок. И по ним, по этим направляющим двигаются створки. А низ как просто направляющие для того, чтобы удобно было открывать и в принципе двигать куда-то влево или вправо. А есть конструкции, безрамные конструкции, где нижняя направляющая, она несущая. То есть на самих створках внизу установлены подшипники, которые и двигаются по этой нижней направляющей и также открываются куда-то влево-вправо и собираются в одну створку. Особенность безрамного остекления это то, что можно открыть большое пространство и у нас будет максимум света попадать внутрь помещения. И ничего не будет мешать. Можно собрать конструкции, например, все в левую сторону. Как книжка собирается, складывается и в одной стороне у нас такая толстая пачка из стекла. Кстати, стекло там 10 миллиметров. Каленое стекло. Оно тяжелое стекло. И как раз вот эти направляющие они и держат. И вот мы собираем или в левую сторону, или в правую, или можно от середины собрать в разные стороны. И очень удобно. То есть раскрыли и у нас очень и очень много света. Безрамное остекление, оно не герметичное. Не думайте, что там створки закрыты и у нас туда не поступает пыль, грязь, снег и так далее. Есть некоторые моменты, на которые лучше обратить внимание при выборе конструкции. Что в некоторых местах там просто будет, грубо говоря, видно улицу. Если вы выбираете безрамное остекление, то вы должны понимать, что если на улице, например, сильный ветер зимой со снегом, то снег может где-то появиться. Именно в тех местах, где, например, не хватает уплотнителя. Или есть место, где стекает вода. И лучше на это обратить внимание, чтобы потом не разочароваться. А так, в целом, безрамное остекление, оно идеально, если вам нужен холодный балкон с максимальным доступом света внутрь помещения. То есть, если вы, например, используете балкон только в летний период, и вам этого достаточно, вам зимой не нужно, чтобы было тепло, то идеально подходит безрамное остекление. Кстати, безрамное остекление, оно по цене дороже, чем алюминиевое обычное, там, вид провидал или еще чего-то. Если посмотреть на ценообразование, то, конечно же, безрамное остекление, оно практически по цене, как теплое ПВХ. Это вот такая вот противоположность. Это холодное, но дорогое. А это теплое, но там есть вот эти перемычки. И получается, что есть такие неудобства. Но я вам выдам секрет. Если застеклить балкон безрамным остеклением, то есть, чтобы было просто стекло, и туда в зимний период выставлять обогреватель, то можно там находиться и пользоваться балконом даже зимой. То есть, это как беседка или как открытое пространство в ресторане, где просто стоит какая-то загородка от ветра. И там тоже комфортно можно находиться и пользоваться этим балконом, там, посидеть, поговорить, почитать, отдохнуть, отвлечься от всего этого, наблюдая за городом. И это на самом деле реально. Так что подумайте над этим. Обогреватель решает все по принципу, как в автомобиле. Мы садимся там просто одно стекло. И когда мы включаем печку, то нам что? Конечно же, тепло. Оделись, сели, чай, кофе. Зато у вас все открыто. Ничего не мешает. Обзору смотрите на город, если у вас красивый вид. В целом, если посмотреть на безрамное остекление, то оно подходит для всех типов балконов и лоджии. Если у вас прямая лоджия или у вас балкон какой-то угловой, то туда подходит безрамное остекление. Его можно сделать и с выносом тоже. Но есть один нюанс. Для того, чтобы застеклить балкон правильно, надежно и с ним ничего не случилось, нужно изготовить металлокаркас. Это в случае, если у вас балкон уже, грубо говоря, 20-летней давности. Почему? Потому что есть особенность этой конструкции. Там минимальные допуски. И нужно саму конструкцию остекления устанавливать в каркас. Или это бетонный каркас. То есть, у нас нету никаких люфтов, чтобы конструкция куда-то сместилась. Или это металлокаркас. То есть, нужно подготовить верхнюю часть и подготовить нижнюю. Для того, чтобы конструкция жестко была установлена. Именно вот такой вот проем. Повторюсь еще раз, что такое остекление можно сделать с выносом. Можно сделать без выноса. Можно сделать от парапета до потолка. То есть, на сам парапет установить такую конструкцию. Или можно сделать от пола до потолка. И тогда у нас получается, что открывается все пространство. И нижнее, и верхнее. Если так удобно, то без проблем можно так все организовать. Но при этом парапет должен быть. Он не демонтируется, или новый изготавливается, или остается старый. Но при этом конструкция как будто бы устанавливается внутри помещения. Кстати, можно сделать наоборот. Конструкцию установить на край бетонной плиты. А парапет новый немножко вынести вперед. И тогда у нас получится, что ограждение есть. И конструкция открывается максимально. И у нас больше света, и больше воздуха. Вот такое вот решение, в принципе, можно сделать. И будет очень и очень красиво. Зато к вам не попадет много грязи с улицы. Снега, дождя и так далее. Так что, можно рассмотреть и такое решение. В случае, когда балкон с крыши. То здесь нужно, чтобы конструкция была максимально жесткая. Чтобы само изделие. Верхний направляющий и нижний. Оно стояло в жестком металлическом каркасе. То есть, по-другому это работать не будет. И никакой нагрузки не должно быть от металлокаркаса. От снега, который будет на крыше. Если это случится, то створки просто не будут двигаться. Так же, как и в обычном алюминии. А так, в целом, это идеальное решение. Если у вас есть деньги. Если у вас есть желание, чтобы у вас было больше света. То безрамное остекление подойдет вам 100%. Вот и все. Надеюсь, что это видео вам было полезно. Благодарю за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok